Кондиционер кто-то выпустил? Ну ладно, надеюсь, его работа не будет удача вашей аппаратуры. Уважаемые господа, я благодарю вас за то, что вы откликнулись на наш призыв встретиться с нами. У нас есть для вас, мы читаем острая информация, которую озвучит министр обороны Донецкой Народной Республики, но это только лишь будет информация. На те вопросы, которые вас интересуют, я их предвосхищаю, и предыдущий министр обороны озвучит информацию, я отвечу сразу. Сразу. Я уже, собственно, для себя сформировал перечень тех вопросов, которые задают практически все представители средств массовой информации. мне и руководителям нашей республики. Первое. Владимир Владимирович Путин мне не звонил. И я никогда не встречался с ним. Второе. Ни я, ни мои соратники не являемся сотрудниками ФСБ. Третье. Боинг сбили не представителей вооруженных сил ДНР, не Россию. Четвертое. Никого из администрации президента Российской Федерации ни я, ни Игорь Иванович не знает и никогда с ними не встречался. Рассчитываем ли мы на помощь России? Рассчитываем. И она оказывается. Значительная помощь политическая. Как мы собираемся выйти из создавшегося положения? Рассчитываем на помощь политическую Россию. Вот, собственно, те вопросы, которые задают. И я даже более чем уверен, после того, как будет озвучена информация, вы бы вновь вернулись. Ну, не все. Кто-то вернулся к ней. Поэтому я заранее ответил. А сейчас, уважаемый Игорь Иванович, я прошу вас обыскать информацию. Уважаемые господа и дамы, разведка Министерства обороны ДНР проинформировала меня о том, что противникам, украинскими карательными войсками, готовится крупная провокация, которая является целью, целью которой является объявление ДНР террористической организации, обвинение нас в терроризме, уничтожении мирного населения. А также во всех остальных грехах, которых нас без того обвиняют непрерывные достояния. Но на этот раз замысел, о котором мне сообщают настолько чудовище, что в него, наверное, сложно поверить. Сложно поверить тем, кто не видел обстрелов посорными минами населенных пунктов, кто не видел людей, пораженных химическим оружием, кто не видел, как гаубицы обстреливают в центр города, в котором находится штаб ополчения, как мины и снаряды падают в нескольких метрах от нашего штаба, а потом украинские средства массовой информации заявляют о том, что мы сами себя обстреляем. Беспардонное, непрерывное, просто, я бы сказал, фотосмагорическое ложь, которую извлекают украинские СМИ, а также барбарские действия карательных войск, показывают, что на самом деле для этих людей нет не только ничего святого, нет даже каких-то моральных ограничений в принципе. Именно поэтому я расцениваю эту информацию, которую я вам сейчас готов сообщить всерьез. По данным, которые нами получены, причем это данные достаточно подтвержденные, мы имеем возможность подтверждать эти данные техническими, в том числе средствами, в течение трех ночей на территорию Краматорска военно-транспортными самолетами были переброшены три изделия, три ракеты для пуска из пусковых установок в точку. Эти ракеты сейчас проходят обслуживание и готовятся к запуску. Целями для ракет предварительно являются очистные сооружения городов Донецка и Уганск. Для сведений, на очистных сооружениях одного находится 120 тонн флора, другого 160 тонн флора. Запасной целью является завод с терром с запасами аммиака, который находится в уголовке. Предполагается, что перед тем, как эти ракеты могут быть запущены, будет проведена пропагандистская кампания, в которой будет заявлено о том, что ополченцы готовятся провести терапты на химических предприятиях Донецка и Уганск. Еще раз повторяю, если бы я не видел собственными глазами действия украинских войск по уничтожению нашего населения, своего, как оно считает, собственного населения, если бы я не видел, насколько, мягко говоря, больно они обращаются с жизнями и интересами граждан, своих собственных, я бы, наверное, счел эту информацию просто внушить. Но после того, что это происходит, я верю уже во всем. Нет предела морального падения этих людей. Просто нет. Для них никакой, ничего святого не существует. Последствия могут быть просто ужасающими. В зависимости от розы и ветров поражение парами хлора в случае разрушения хранилищ может протянуться в радиусе, допустим, от Донецка до Волноватия. И в этой сфере будет убито все живое. Погибнут люди, скот, и все погибло. Хватит запасов хлора для того, чтобы убить все живое на огромный диск. Жертв могут быть десятки тысяч. Могут быть даже и больше, в зависимости от того, как располагается оба. Я надеюсь, что сегодняшнее наше заявление исключит применение столь важного способа ведения карательной операции, которую называют антитеррористическим. Именно для этого, именно на это нацелено мое выступление. Чтобы исключить саму возможность применения данного оружия по очистным сооружениям Донецка и Луганск. Со своей стороны я подчеркиваю, ополчение Донецкой народной республики, ополчение Луганской народной республики не производит никаких террористических актов ни против населения Украины, ни против населения, тем более своих республик, ни даже против войск противника, если это касается, если это можно задеть мирное население. Сейчас войска Украины замечательно прячутся, заслоняются мирным населением, как они обвиняют нас, чтобы избегать наших обстрелов, они заходят размируют жилые села, жилые районы и спокойно там отдыхают. Мы их не обстреливаем. Но тем не менее нас обвиняют во всем в захвате заложников, в убийстве, в бессудном, в казни, во всем то, что производят они сами, они обвиняют нас. Это мы обстреливаем свои собственные города. Мы сами не соглашаем. Мы сами ведем огонь по своим позициям, по их мнению. Нет предела падению этих людей. Просто нет. Поэтому я рассчитываю на то, что вы все услышали наше заявление и сделаете невозможно варварское убийство десятков тысяч людей. Спасибо. Спасибо. А вопрос вопрос не вопрос А вы, может, не допустим в бою? Вопрос в строении. Спасибо. Продолжение следует...